Перекрёстки городских дорог мы объезжаем с инспектором по пропаганде Дмитрием Кожуховым. Первая точка – перекрёсток улиц Бабушкина и Красной Звезды. Исходя из анализа, проведёнными сотрудниками госавтоинспекции за 2019 год, перекрёсток улицы Бабушкина и Красной Звезды был признан местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. В 2020 году был установлен светофорный объект, и данный участок перестал быть местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Правда, в вечернее время теперь здесь не обходится бездорожных заторов, но всё-таки безопасность превыше всего. Скажите, вот установили светофоры, на ствол удобно, неудобно, нужно было, не нужно? Да-да, удобно, нормальный стал. Здесь вот этот перекрёсток удобно. Этот перекрёсток удобно, да? Почему? Ну, потому что раньше постоянно заторы были, аварии были на этом перекрёстке. На перекрёстке улиц Каландришвили и Шмидта, где уже случилось три ДТП, в этом году запланирована установка светофора. В городе Уландэ перекрёсток улиц Шмидта и Каландришвили является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий по итогам 2020 года. Сотрудниками госавтоинспекции направлено предложение в адрес администрации города об установке на данном перекрёстке светофорного объекта для безопасного проезда транспортных средств. В списке аварийных перекрёстков также проспект 50-летие Октября. Там произошло 6 ДТП. На улице Барсоева в районе дома 73-4 столкновения автомобилей и один наезд на препятствие. На перекрёстке Коммунистическое Банзарова зафиксировано 3 дорожных происшествия. На круговой в 20-м А квартале 3 ДТП, одно падение пассажира и один наезд на препятствие. В 104-м микрорайоне, где остановка ЖБИ-1, было 3 ДТП и один наезд на пешехода. На отвороте в посёлок Солдатский зарегистрировано 4 аварии, а на подъезде к селу Сотниково одно опрокидывание, два столкновения и два съезда с дороги. Стоит отметить, что несмотря на предпринимаемые меры оборудования перекрёстков и светофорными объектами и камерами фото-видеофиксации, всё зависит от участников дорожного движения, от их взаимовложения на дороге. Водителям мы всегда призываем быть предельно внимательными, проезжая перекрёстки и остановки общественного транспорта, также пешеходные переходы. А пешеходы тоже обязаны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Дмитрий Гомбоев и Сергей Петров. Новости дня.